друзья всем привет вы на youtube канале магазина улей меня зовут александр пасека с нуля 23 серия и в этом видео мы будем топить воск с помощью этой красотки рамочной воскотовки приобрели она еще в пленке защитной мы снимаем потому что она нам не нужна все равно обгорит воскотовка идет комплекте сразу с подставкой то есть на газ на дрова на электро какие-то поверхности нагревающие ставим можно разогревать короче подойдет любая разжигающая разогревающая поверхность внутри чуть интереснее есть корзина и отверстие для слива она попадает сливной кран то есть отсюда нас будет топиться воск насыпаем воскосырье или же ставим рамки здесь двойное дно под действием пара воск расплавляется попадает и через это отверстие выходит через кран есть предусмотрено патрубок для залива воды дополнительно то есть первый раз мы так нальем сверху а следующие разы уже по если нужно подлить воду если вы кипела подливаем через этот патруб для вытопки воска используем дождевую воду вот мы собрали тут немножко ночевых сейчас нальем и будем разжигать огонь вот немножко загородил потому что сильный ветер думаю выдувать будет ну по колхозному но нам нужно добиться максимального кпд нашего огня теперь поджигаем так смотрите воды налил вот приблизительно до краника чтобы она не переливалась не попадала с воском вот но сейчас мы засечем время через сколько мы сможем как быстро мы сможем нагреть эту воскотовку потому что самый долгий процесс это первая заправка когда разогревается вода дальше все там уже очень быстро происходит так сделал первую заправку здесь у меня заброс на воск и языки вот но уже около пяти минут топим но пока еще водичка не закипела вот сначала перехочу перетопить запросы языки а потом уже поставлю рамки да ребят еще не учел сразу один момент смотрите близко разжег костер и то есть он там уже водичка кипит и то есть мне не могу поставить хотел в пластиковую тару собирать не могу поставить сюда тару потому что ну скорее всего на 100 точно зарит поэтому сейчас буду искать железную тару и будут дальше это двигать костер чуть лучше так ребятки ну 25 минут только прошло и вот мы уже имеем небольшие результаты воск начал капать я думал что то дольше все будет ну дать хорошо что я загородил костер и у меня не сильно мог не сильно тепло расходится ну вот пошел еще дровишек и дело пошло еще веселее да я скажу вам на улице немного не комфортно топить потому что вот ветер пошел и все опять выдувает поэтому лучше где-то задушку располагаться в следующий раз будем продолжаем топить воск покажу как там внутри все происходит смотрите блин этот растает и вытекает нашу емкость пришлось сильнее еще закрыть и вот теперь я доволен все пошло гораздо веселее быстрее так топим уже час пол кастрюли сколько-то 20 литров до или сколько в кастрюле 20 литровая кастрюль уже есть зарядил второй раз и буду немножко доливать воды решил долить воды это может еще и рановато пробочку снимаем а речку по-быстрому и аккуратненько добавляю но водичка уходит значит я не ошибся нужно добавить все равно водичка выкипает запасы нужно пополнять так полтора часа прошло вот наши результаты скорость зависит от того как вы раскочегарить и костер по кастрюле 20 литров уже есть принципе по забросу все это последний заряд теперь будем рамки топить так второй час перетопки воска вышли уже на серьезные объемы что-то я так визуально промахнулся думал поместиться сюда еще во что-то но увидите даже еще рамки не начинал топить а 20 литровая кастрюля уже заполнена пришлось раздобыть 30 литровый час от моими ну и тазик на подстраховки у нас вот пока все заброс и языки топится на часа в принципе покажи осталось в принципе все что заброс языки мы перетопили тут еще поставлен завод по воске валяется ну короче такая вот матчмала будет дотапливаться но я уже буду ставить заряжать рамки принцами с рамками сейчас будет очень быстро рамки где-то топятся 5-10 минут такую старую сушь мы уже не используем же черная поэтому все на перетопку и сразу же да классно знаете в чем здесь прикол воскотопка сразу же будет вам дезинфектировать рамки потому что пар температура пара очень высокая рамки выходят сухие и без вот этого всего обрезания не знаю кто кто занимал кто обрезает вот эту всю чепуху я вам скажу так я прошлом году попробовал очень по времени затратно и такая вот она мне не нравится проще всего покидали покидали не обязательно там чтобы они прямо стояли 13 и 14 бы влезла короче смотрите как 13 14 рамок смотря какого рукава разделитель гофмана без разделителя по 19 вообще становится рамки мы получаем примерно вот такие у меня такой специальный шкребок для очистки рамок быстренько я почищаю очищенную рамка все готова к работе новости ли если надо подтянули волную проволочку еще годик-два послужит 15 минут рамки наши проварились вот видите плохо что внизу нервопа оставалась в принципе вот все готово лучше конечно убирать снизу ничего не было так друзья на этом будет прощаться подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик с вами был александр до скорой встречи пока